Аза Волошкина в нашей студии, директор, руководитель агентства «Горящих путёв» Никополя, она только сегодня утром вернулась с замечательного путешествия автобусного тура, который называется «Бомбарбе номер 8. Пряничные домики». Аза, здравствуйте! Здравствуйте! Ну как? Мы уже попробовали вашего привезённого вина, которое вкуснейшее. Ну, кажется, что вам очень всё понравилось и отдых удался. Да, да, да. Очень интересный тур. Европа сейчас особенно прекрасна, потому что она нарядная, она нарядилась к католическому Рождеству. Я в утреннем эфире рассказывала, сейчас постараюсь дать другие факты для того, чтобы оба эфира не конкурировали. Европа нарядная к Рождеству. Везде ярмарки. Причём это не то, что вы там ищите эту ярмарку в городе, где же она проходит. На каждой практически площади есть ярмарка. Есть ёлка, ёлки разные, по-разному украшены, какая-то поёт, какая-то крутится, какая-то сделана из необычных каких-то санок. Поэтому Европа сейчас особенно интересна. Можно вести детей, показывать, как выглядит зимняя сказка. Вот начинается тур от терминала А. Это пряничные домики, потому что я сейчас делаю как бы отчёт об этом туре, что было во время тура, как было. Терминал А очень удобный, здесь можно и покушать, выпить кофе и комфортно начать своё путешествие. И мы прежде всего едем на границу. Граница всего 60 километров. Но вот тут таится главный такой момент этого дня. Как пройдёт переход границы? Это такой рандом. Да, да, да. Это всегда очень большой сюрприз. Можно пройти границу за 20 минут, а можно так, как мы, простоять на ней 3 часа. Нам не очень повезло, не было очереди, но проверяли достаточно много автобусов, и мы задержались. Соответственно, в первый наш день мы попали в Краков уже вечером. Соответственно, первые мои рекомендации в автобусе связаны с тем, что там придётся какое-то время провести, да, в этом автобусе. Для этого вы должны комфортно оборудовать всё-всё-всё. Взять с собой подушечку. Подушечку. Да. Особенно хорошо, если это надувная подушечка, она не занимает много места. Да, вот наши коллеги из турагентства в Харькове Азимут вот дают такие вот подушечки, и мне дали такую подушечку с собой. Нужно иметь удобные какие-то носочки для того, чтобы было удобно разбуться, и обязательно, обязательно взять с собой что-то в дорогу перекусить. Я не говорю о том, что нужно брать с собой огромные сумки, но что-то перекусить должно быть. Водичка. Да, и какие-то снеки, какие-то бутерброды должны быть, потому что у нас возможность покушать в этот день была аж в 17.00. То есть мы так достаточно сильно проголодались. Во время поездки были остановки на санитарную зону. Я сняла, как это выглядит. Достаточно комфортабельные туриеты, совсем необходимые. Краков. Краков. Бесподобен. Скажи, пожалуйста, Азочка, вот я видела места в автобусе по номерам. Да. Как вы рандомно? Вот кто или кто захотел в первом, во втором, в конце? Я поняла вопрос. В случае с туром пряничной домики, это было абсолютно рандомно. Нас рассадили, у меня было 10 место. Не в первом и не в последнем ряду, где-то посрединке. Но обычно в автобусных турах первые ряды продаются отдельно от остальных и стоят немножечко дороже. Соответственно, задние ряды, которые не раскладываются в сиденье, продаются немножечко дешевле. То есть тоже зависит от предпочтений. Кто-то любит слушать гида, который все время рассказывает какие-то факты о стране и садится впереди. И кто-то садится сзади, потому что он любит общаться с друзьями, например. То есть каждый... Галерка. Да, галерки ставят свои цели. Везде стоят еще сцены. Вот сейчас вот как раз вот в Кракове стояла огромная сцена, пел, певец. Это все такое рождественское. Рождественские украшения даже на каретах с лошадями. Все это так располагает к началу праздников, создает праздничное настроение. В Кракове такие грандиозные стоят бочки с горячим вином, множество людей гуляют по всем площадям. В Европе уже люди празднуют Рождество, можно сказать и так. 100% новогоднее настроение. 100% новогоднее настроение я привезла. И вот мы приезжаем в отель. В отеле в Праге были вот завтраки. Комфортно, тепло. Отель туристического класса расположен в Праге, 6 был. И мы стартовали смотреть красавицу Прагу. Прага хороша всегда, Рождество она хороша особенно. Погода нам выдалась благоприятная в Праге. Не было дождика и можно было бродить и наслаждаться всей красотой Праги. Прага всегда была очень красивая. А в этот раз я из Праги привезла очень много... Комфошка! Да, 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 да. Я из Праги привезла очень-очень-очень много всяких разных забавных фактов и историй. И их можно даже будет загадывать как загадки. Давай. Вот, например, как ты думаешь, зачем на столбах в Праге такие вот таблички с номерами? Ох, ну первое, возможно, чтобы не потеряться. Какое-то место встречи, какой-то ориентир. Да, это ориентир такой, что столбы в Праге пронумерованы именно за тем, чтобы в случае необходимости спасти человеку жизнь. Вот, например, он в парке где-то упал. Как объяснить, где он? Или где-то что-то случилось? И как объяснить, куда приехать людям? И для этого все столбы пронумеровали, соединили в единую сеть. Ты звонишь, да, в какую-то службу определенную. Любая служба спрашивает, какой номер столба, который ближе всего расположен к вам. Вы говорите, этот номер столба и к вам приезжает помощь. Вот такой факт. Никогда не видела этих табличек с номерами. Еще один момент. Вот как ты думаешь, Жанночка, кто делал дизайн пражских трамваев? Ну, наверняка. Мне уже Саша Петеренко просто тоже был в этом туре. На самом деле я не знаю. А дизайн делал Порш? Порш? Да. А собирали трамваи на Шкоде. Трамваи есть старенькие, которые тарахтят по рельсам, как всегда. А есть новые, уже такие большие. Я их тоже снимала. Они очень забавные, красивые. Прага еще интересна тем, что если ходить по улочкам, в любой, скажем так, подворотне можно найти какие-то интересные вещи. Вот завернув в одну из подворотен, мы увидели огромную розу, шипы, которые были из каблуков. Ну, то есть такие арт-объекты. Прага всегда вот на сюрприз. Вот как раз вот с дизайном Порш. Порш? Да, 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 да. Как раз это вот об этом трамвае. Поэтому вот Прага, да и все столицы Европы, можно открывать для себя множество раз заново. То есть те же места открывают для себя какие-то новые вещи. Смотришь на них, побывав несколько раз, видишь все новое, новое, новое. А старое напоминает старые эмоции, да, и оставляет теплую такую нотку. В моем любимом городе Праге живет моя подруга, которая уже 10 лет там. И она помогает всегда создавать для меня эту сказку. Добавляет к ней теплых таких вот семейных ноток, можно сказать. Собор Святого Вита и легенда, которая связана с самой красивой. В Праге нужно загадывать желания. Айян Непомуцкий, который исполняет желания эти, как раз он в этом храме и похоронен. Там серебряный саркофаг. Пражане очень любят это место, очень любят и чтят Яну Непомуцкого. Так вот, на Карловом мосту не устаю рассказывать, как нужно правильно загадывать желание. Становишься правой ножкой на кнопочку, левую кладешь на крестик, загадываешь желание. Причем желание должно быть продумано. Вот 100%. Нельзя загадывать там что-то. Потому что рандомный результат будет рандомный. А так, вот моя подружка утверждает, что каждый год исполняется одно желание. Слишком много попросишь, получила 80% исполнения. Все остальные исполнились полностью. Вот после того, как мы загадали желание, мы идем, наверное, метров 25. И чтим память Яна Непомуцкого, который погиб за простой народ, которого народ любил очень. И доходим до места, где как раз сцена изображена на Карловом мосту, где его сбрасывают с этого моста. Трем эту фигурку, и он исполняет все наши желания. Вот такой вот ритуал. Да, да, да. Рассказала нам, поделилась. Обязательно его где-то запишите в вашем смартфоне, телефоне. Нет, я все записала. И все эти съемки привезла, и записала все эти моменты. Вот я нашла для себя на Соборе Святого Витта изображение знаков зодиака. Да? Да. Для меня это было новое. И открыла для себя еще одну хотелку, к которой вот мы сейчас придем. Раньше возле Карлова моста там всегда жили лебеди. Их там была парочка или четыре лебедя, немного. Сейчас мы тоже отправились в это место. И что мы увидели? Нас встретили лебеди в количестве каком-то огромном. Там, их было, наверное, сотня этих лебедей. Они выходят прямо к людям, выходят далеко в город. Да, их можно кормить. Это очень забавно, да. А вот как раз терделык. Ой, классно! Помнишь, я в одном из эфиров говорила, да, что я не расскажу, что такое тердел, потому что его надо попробовать именно там. Да, это корка. Терделнык – это вот корка, которая запекается, ее посыпают орешками, сахаром на сладкое, неимоверно вкусное. И вот такой перекус терделнык и глинтвейн – это самое распространенное, чем можно прекрасно перекусить на улице, пока дойдем к ресторанам. Какой терделнык и глинтвейн? Средняя стоимость, так говоря, что огромная бочка. Это в Кракове была огромная бочка. В Праге на Каштамшегу бочки поменьше. Поменьше. И стоит это приблизительно от 40 до 60 честных крон. Это приблизительно цена наша в гривнах. Ну, то есть 40-60 гривен стоит стаканчик глинтвейна. Это подогретое горячее вино со специями, с апельсином. Оно очень… Прага пропитана сейчас запахом горячего вина и вот этих вот корок, которые пахнут очень сладко, ванильно и дополняют. Прага вообще очень теплый город. Он рыжий, похожий. Все домики, недаром пряничные домики, потому что вот эти домики, они пряничные, реально пряничные. И пряничные домики были на каждой из ярмара, где я побывала. Мы заходили в отель «Широтон», и там прямо вот в отеле «Широтон» стояли пряничные домики. Я везде натыкалась на пряничные домики. Вся Прага, весь Краков, вся Вена. Вот как раз этот столб с номером. Номером. Да. Ого, 10 тысяч там. Да, их очень много. Пронумерованы реально все дома в Праге. Вот он мегасовременный трамвай, который… Да, да, да. Вот такие автомобили колесят по Праге. Очень многие люди самовыражаются. Вот эта роза с каблуками из… Да, с шипами из каблуков, о которой я рассказывала. Очень, очень теплые оставляют Прага впечатление. Но о Праге я много раз рассказывала. В этот раз я для себя заново открыла Вену. Если для меня раньше Вена была город Сиси, она осталась такая же красивая, такая же имперская, такая же очень помпезная, очень такая большая, грандиозная. Да, роскошная, грандиозная. Я много интересных фактов привезла про Вену. 25% австрийцев живут в Вене. У них 15 зарплат. Не 12, как у людей у наших в году, а 13, 13-я зарплата. Зарплата еще дополнительная на Рождество, зарплата дополнительная на отпуск. И последняя зарплата добавляется, когда человек уже уходит с этого места работы. У него к бонусам добавляется еще какое-то количество зарплат по количеству отработанных лет. Еще интересные моменты. Кофе. Венский кофе, знаменитый Венский кофе. И в этот раз очень много рассказывали о том, откуда он появился. А вот как раз в Праге улица для одного пешехода. Да, совершенно верно. Горит светофор. И может идти человек только один. Когда он горит красным, хода нет. Прага свет другого. Да, да, да. Вот очень часто фотографируют эту статую. Я с ней решила не фотографироваться. Эти люди под ногами имеют карту Чехии. Вот такой арт-объект еще вот такой есть. Вот эти пряничные домики. Да, со всех сторон. О Вене. В Вене в этот раз меня поразило то, что очень много рассказывали о Евгении Савойском, о Бельведере и о конюшнях. Вот я до этого никогда, я видала эти испанские конюшни, но никогда не слышала так много о них интересного. Вот такие вот очень красивые лошади. Их 72, этих лошадки. И вот как у лебедей, которых сейчас показывают белые лебеди взрослые, а вот эта серая шейка, это тоже лебеди, но совсем молоденькие. Точно так у этих лошадок, которые в Вене в испанских конюшнях живут, рождаются лошадки коричневые. Вот точно так, как у лебедей. А потом, когда они взрослеют, они сидеют и становятся белыми. Чем знаменит эти лошадки? Они танцуют, танцуют под музыку. Они улавливают музыку. Причем венцы очень нежно относятся к композиторам. Они их чтят, любят их великое множество. У них такое вот интересное отношение. Они говорят, что не суть в том, где человек родился, а где проявился. Соответственно, они отбрасывают, что Гитлер родился в Австрии, но говорят, что Бетховен — это наш композитор, потому что он проявился в Австрии. Очень они любят композиторов. Так вот эти лошадки танцуют как раз под музыку. Причем танцуют очень красиво. Очень-очень красиво. На это приходят все время смотреть люди. Билеты на спектакли бывают крайне редко. Билет на спектакль стоит 130 евро, но все время идут репетиции. И можно посмотреть, как... Да-да-да, в передаче «Орел и решка» ходила... Ну, ведущая. Да-да-да, ведущая ходила и показывала вот эти вот танцы. Они просто производят впечатление. Но еще интересный факт. Конюшни находятся в самом центре города. Нет никакого запаха. Правительство выделяет огромные средства на финансирование этих конюшен. Коней водят в солярий. Водят на массаж. У каждой лошадки есть свой диетолог, который формирует его рацион. Да, следит за его здоровьем очень четко. Отправляют их в отпуск, откуда они возвращаются точно, как мы, с онклюзиво, с дополнительными килограммами. Да-да-да. И им тогда назначают особую диету. Их держат на морковочке, на мюслях. Да, и чтобы они пришли обратно в форму и смогли выступать вот в этих выступлениях. 72 белые лошадки и одна черная. Вот эти лепецианеры являются одним из символов Вены, который сейчас очень-очень... Вот как раз его показывают, этого лепецианера. Вот он, да, выглядывал из королевской конюшни и для нас тоже. Такие милые лошадки, которым завидовала вся группа. Да, и после утреннего эфира, да, завидовали и наши слушатели этим лошадкам. Что еще интересно в этот раз в Вене? Сувениры. Что можно привезти из Вены? Несколько раз я была в Вене и... Вот такие кадры рождественские. Рождество, везде Рождество. Все прописано. Как круто. Вот все очень такое яркое, милое, сказочное. Везде звучит музыка. Вся Европа нарядилась к Рождеству. Сувениры. Сувениры. Засахаренные фиалки. Я первый раз в жизни о них слышала. Я несколько раз была в Вене. Они в этот раз рассказывали, что императрица Сиси любила засахаренные фиалки. Но это не все интересные факты. Императрица Сиси в 30 лет сделала себе татуировку. Да, в форме якоря после того, как она побывала на Форфу. Вот такая была императрица. Да, такая продвинутая. Фиалки любила, татуировки делала. Ее обожают и в Австрии, и в Венгрии. И та, и другая страна видит ее как свою героиню. Да, да, да. И на каждом шагу о ней говорят, на каждом шагу превозносят. Очень интересно. Очень много историй. Очень много новых историй, скажем так, я привезла и увидела. Теперь Венгрия. После чудесной Австрии, которая была феерична в этот раз для меня. Тур длился сколько дней? Четыре. Четыре дня? Пять городов и четыре страны. Да, да, да. Так вообще, что мы летом не сели. Да, да, да. Вот мы плывем на кораблике как раз. Это в Будапеште. И Будапешт в огоньках вот вечером, он вот такой потрясающий. Тоже такое впечатление, что его нарядили к Рождеству. Такая красивая картинка. Очень красиво, очень нарядно. Очень приятная экскурсия с шампанским. Да, величественное здание. Очень интересные факты дает экскурсовод. Хорошая экскурсия. И релакс, и красивые виды, и красивые фото. И очень много теплых тоже оставляет воспоминаний. А Будапешт, он такой элегантный, не такой мягкий и близкий, как Прага, но очень красивый. И очень… он заставляет захотеть вернуться. Вот как раз вот это съемки парламента, какой он огромный, это самый большой парламент в мире. Его можно рассказывать о нем тоже бесконечно, снимать бесконечно. Это прекрасно. Очень хороший был отель у нас в Будапеште, куда мы попали после вот этой вот прогулки. Прям вот очень хороший, очень комфортный, с очень хорошим завтраком, тоже имеющий все абсолютно необходимое. С хорошим холлом, да. Хорошие были завтраки в Вене, да, мы давали. Ну, можно перекусить, набраться сил. Да, 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 на целый день можно набраться сил. Вот макет был самого отеля, и отель выглядит вот как раз макет, и отель вот выглядит вот так, и достаточно комфортен. Четвертый день… Это в таком смысле, что это уже день десятый. Это был калейдоскоп, таких впечатлений. Вот, как раз начался четвертый день. И это термальные купальни в городе, который называется Эгер. Термальные купальни, как-то я представляла себе их несколько иначе. Я представляла, что это небольшой какой-то термальный бассейн, а это огромный комплекс. Очень красивый. Вот как раз вот идет пар, это место, где расположены вот места, где ты находишься. И это очень красиво. Очень красиво получились фотографии. Вода горячая, горячая, совершенно не слышно, что ты на свежем воздухе. Есть закрытая купальня, есть открытая купальня. Но лучше в открытой. Да, в открытой это очень приятно, очень интересно, очень производит впечатление, очень неожиданные ощущения. Сами по себе эти купальни огромные. Они интересны будут и для детей, и для взрослых. Правда, мы как дети тоже накатались на горках. Да, там есть и горочки, и много разных бассейнов с разной температурой. Но везде вода термальная, и она лечебная. Собственно, это водолечебница, куда люди ездят лечиться. Они ведут сюда свои суставы для лечения. Мало того, что это неимоверно приятно, особенно приятно, потому что три дня ножки ходили по... Переезды. Да, 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 все эти переезды. Поэтому очень было приятно посетить термальную купальню. Вот. Вот эта картинка их сравнивают с турецким помуколи. То есть вот эти белые травертины, кальциевые, очень напоминают травертины такие же в помуколе. Я вверх ногами рассказываю что-то интересное. Ну ничего, все. Я думаю, что обязательно будет еще материал, который... А впечатления? Что нужно с собой обязательно взять с собой? Первое – это пауэрбанк. Потому что, чтобы снять эту массу впечатлений, нужно постоянно... Держать телефон. Да, 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 держать телефон на зарядке. Поэтому я просто носила за собой пауэрбанк, и как только заканчивалась на бесконечных съемках зарядка, я пыталась заряжать телефон, да, да, да. Для того, чтобы все-все-все снять, не упустить никакие детали и рассказать для наших зрителей все самое интересное и нужное, главное. Нужно обязательно с собой взять рукавички, потому что в Европе континентальный такой климат, и кажется, что тепло, но хорошо быть хорошо одетым. Да, две пары обуви, повторяю и не устаю повторять, они обязательно нужны. Две пары обуви? Две пары обуви, не дай бог, одна промокла, нужно вторую переобуться, а вторая, та высохнет, да. Очень хорошо иметь с собой селфи-палку для того, чтобы все это снимать. И вот мы переходим к дегустации. Это вино? Да, это вино, которое мы пьем, это погреб, в котором мы проводили эту дегустацию. Ну ничего, мы видим, что вино вкусное, что там, что прикольно, интересно. Да, 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 да. И мы, Азан, принесла нам студию. Да, 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 я привезла это вино, с которым связаны тоже несколько легенд. Легенда первая о том, что победив турков, венгры пили вино, защищая крепость Игер, оно текло у них по рубахам, его было видно снизу туркам, они думали, что это, не могли понять, что это, а у них не было времени его пить аккуратно, поэтому они обливались. И турки в свою защиту, почему они потерпели поражение, сказали, что, наверное, венгры пьют бычью кровь. И сейчас это вино дарят молодоженам, и говорят, что если выпить одну бутылочку в брачную ночь, то получится мальчик, если две девочки, если три, ничего не получится. Вот такие, да, легенды нам рассказывали в Игере. Но бутылочки бывают разные. Да, вино очень вкусное, да, интересное. Скажи, пожалуйста, какая стоимость ты привезла такого в Украину, вот такого вот бутылочка интересная? Так как я везла его и домой, и для вас, и подружкам на девичник, я везла его много, но, наверное, приблизительно около 7 евро. То есть оно не особо дорогое. Еще вино, могу рассказать, было ледовое вино, стало популярным и в Венгрии, и в Австрии, я его раньше не встречала. Я не знаю, что это. И да, 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 и нам девочки в сувенирном магазине в Вене сделали прекрасную дегустацию этого ледового вина, эссеного вина. Оно, значит, долго держится в... Пока на веточках, пока наступает зима, да, морозится, и оно становится более сладким. И это вино такое уникальное, с привкусом морозного воздуха, такое очень интересно. Да, и в этот раз мне в Вене удалось попробовать настоящий торт захер. Да, я была в кафе захер, в котором, в котором он всегда ведет длинная-предлинная очередь. А нам повезло. Да. Мы таки совершенно без очереди, имея ограниченный ресурс по времени, попробовали торт захер. Он божественный, Жанна, он божественный. Я его пробовала в нескольких местах в Вене. Обычно говорят, не стоит ждать, пробовать и ехать в этот кафе захер. Ехать, пробовать, стоять в очереди. Именно настоящий торт захер в кафе захер – это что-то потрясающее. Вот без всякого предвзятого мнения. Он был наивкуснейший из всех захеров, которые я попробовала в Вене. Да, это было очень вкусно. Поэтому у меня так много осталось вот таких вот нежных впечатлений о Европе. Для меня Новый год начал. У меня уже абсолютно новогоднее настроение, можно начинать праздновать. А праздновать я буду как? Вот те засахаренные фиалки, которые любила императрица Сиси, я привезла. Но я их привезла на Новый год. Каждую засахаренную фиалку я буду бросать в бокал с шампанским, угощать своих гостей, свою семью, для того, чтобы все желания исполнились. Вау, мне кажется, что у меня вот частичка, что я тоже побывала. Азна настолько передала нам, рассказала все. Это прелесть. Тур 4 дня, новое впечатление, утренний эфир, сегодняшний эфир. И я еще думаю, что десятки эфиров можно рассказывать о том, как съездить, куда поехать, что посетить. И стоимость этого тура была достаточно бюджетная. Да, да, да. 30... Сколько это было? 80 евро была стоимость. После этого тура 4 дня, 5 городов, что-то нереальное. 4 страны, да. 4 страны. Спасибо большое за то, что привезла на вкусняшку. Я попробовала это вино, что поделилась с нашими зрителями такими теплыми, нежными впечатлениями. Я уверена, что каждый из нас получил вдохновение и чуточку рождественского праздника и Рождества. Спасибо. Я очень много еще могу рассказывать и очень много полезного. И готова делать еще и еще эфиры на эту тему об этом туре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!